Мы оттого теперь угомили, что на поляне полнолуние свои души не экономили, в лостовском деле экономили. Среди пяти тысяч выпускников, которым посчастливилось оказаться на выпускном балу в Кремле и 60 самарцев, с возложения цветов к памятнику неизвестному солдату началось их шествие по Кремлевскому дворцу. Среди многочисленных желтых табличек с названиями московских школ, «Белая Самара» была заметна издалека и привлекала внимание всех гостей и московские СМИ. Столичные журналисты активно брали интервью у наших ребят, а те, в свою очередь, с радостью делились впечатлениями. Это невероятное ощущение. Я первый раз в Москве. Это вау. Это очень, очень, очень просто. У меня даже слов нет. Такое чувство интересное, когда вот такое большое количество людей собираются под единым интересом. Их связывает окончание школы, праздник, ожидание, будущее, жизнь. Трясающе и вообще незабываемое. Просто нет слов. Самарские школьники, кстати, единственные гости из других регионов на Кремлевском балу третий год подряд. Это дети из многодетных, малообеспеченных и социально незащищенных семей, которые своим трудом заслужили право находиться на празднике. Отличники, золотые медалисты, словом, лучшие из лучших. Для них это настоящий подарок и чувство благодарности организаторам нет предела. Спасибо! Спасибо! Прогулка по Александровскому саду, красная ковровая дорожка и экскурсия по святая святых Государственного Кремлевского дворца. Подарки от партии «Единой России» и воспоминания об этой поездке на всю жизнь. У меня большая гордость за наших умных, красивых ребят, которые очень заслужили здесь находиться. Наверное, здесь находиться заслужило большее количество выпускников, но вот те, которые сюда попали, они действительно очень достойно представляют наш Волжский город. А то, как встречают их, показывает, что Самару любят, любят самарцев. И очень здорово, что вот такая возможность ребятам предоставила здесь побывать. Мне хочется еще, чтобы у них расширились горизонты, чтобы они увидели и ощутили, что все им сегодня по плечу. Когда люди находятся в возрасте 16-17 лет, у них есть или должно быть ощущение, что им все доступно, что нет никаких, не существует никаких нерешаемых проблем, весь мир лежит у их ног. Государственный Кремлевский дворец принимал школьников по первому разряду. Конечно, больше всего ребятам понравился концерт с участием любимых исполнителей. Глюкоза, серебра и группы Бандера с хитом «Дай пять». Завершилась торжественная часть 10-минутным салютом. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События.